Ряды дошкольных образовательных учреждений пополнил еще один детсад, правда домашнего типа. В Алмединском районе в жиломассиве Беремдик уже обучаются 12 детей. Детсад работает по 3 часа, 5 дней в неделю, с 9 утра до 11 дня и с часу до 3 часов дня. Устройство ребенка дает возможность родителям работать. К тому же в этих садах соблюдены требования санитарной и пожарной безопасности. В данный момент у нас идут курсы подготовительные 5-7 лет. В будущем мы хотим еще расширяться, мы хотим сделать не только центр развития детей, мы хотим делать детский сад. В детский сад мы будем набирать с двух лет. Сейчас у нас в данный момент у нас семейные педагоги. Мои дети будут вести китайский язык, племянники будут вести арабский язык и сестра будет вести английский язык. У нас пока семейное обучение. А потом в дальнейшем будем нанимать еще педагогов, если будем открываться, расшираться. Поэтому у нас детский сад называется Киличи. 76% детей не охвачены дошкольным образованием. Причина – профессиональный не по карману родителям, а в другие отправлять своих детей далеко. Детсады домашнего типа удобны тем, что в плотно заселенных новостройках все малыши будут охвачены образованием – от познавательно-речевого до изучения иностранных языков. Воспитывают четверых детей. Первенец уже учится в школе, а вторая ходит в детский сад. Раньше она обучалась в государственном, а сейчас в этом саду домашнего типа. Образовательный центр недалеко от нашего дома, да и хотелось бы, чтобы дочка подучила другие языки. Скоро пойдет третий ребенок. Планирую его также отдать в этот садик. Всего в столичных домах работают 150 таких детских садов. Количество приема детей зависит от площади. В частных домах принимаются до 25 детей, а в многоквартирных смогут обучаться только 10 воспитанников. Таким образом, порядка трех тысяч детей по Бишкеку будут охвачены дошкольным образованием. По охвату детей именно муниципальными детскими садами составляет примерно порядка 35% всего лишь детей дошкольного возраста. Но мы еще говорим о том, что это официальные данные, официальная статистика. Есть вот такого типа домашние сады, они функционировали, но, к сожалению, они функционировали без документов, то есть, можно сказать, нелегально. Они не получали лицензирование в Министерство образования, они не проходили обучение. И сейчас вот именно эта программа сейчас дает им возможность пройти обучение всем стандартам, чтобы у них были уже определенные навыки, определенные знания, был учет, был реестр и могли как бы оказывать максимальное содействие и помощь именно таким детским садам домашнего типа. Это только первый этап, то есть это у нас пока пилот. Пилот у нас проходит в двух районах города, это Первомайский и Ленинский. Но мы не ограничиваем участие других районов в этом проекте. Открыть такие детсады на сегодня хотят порядка тысячи индивидуальных предпринимателей. Только 779 заявок поступили из столицы. Будущие руководители для начала проходят трехдневное обучение. Получают сертификаты, их детсад на дому уже будет считаться официальным. Дошкольные учреждения открываются на базе программы «Правительственные акселераторы». Салема Дюшимбекова, Джумабай Смоналиев, СТВ, Аламединский район.